добрый день уважаемые друзья подписчики сегодня у нас фигурки от знаменитой компании гобель девочка с цветочком в руках вот здесь жетон небольшой какой то есть показывающий принадлежность этой фирмы я сегодня буду рассказывать об истории она уникальна herzlich великому написано это добро пожаловать по-немецки вот вы видите печать я расскажу историю о этой компании а вы наслаждайтесь этими великолепными изделиями детскими фигурками потому что история конечно уникальна со своими взлетами и падениями касперы из да а к спаре от девочку наверно так зовут в общем принцесса кукол тоже печать в разное время выпускались фигуры ну а нужно наверное начать с даты в каком году была основана эта компания а ну вот немножко еще об этой фигурке расскажу когда ее покупал женщина уже пожилая она вот к сожалению имеет видите возле головы и уклеили видать и возле ног есть трещина не один раз она говорила это фигурка моей бабушки я сколько себя помню эта фигурка была всегда у нас но она вынуждена была продавать все что было в их там квартире потому что никого там живых уже не осталось и несмотря на то что эта фигура клеена я ее тоже купил это у нас ручная работа фридель германия ну ладно возвращаюсь к истории датой рождения компании считается 30 января 1871 года мечтая заниматься фарфором отец и сын производили грифельные карандаши и шарики для детей так как средств на больше не хватало но спустя шесть лет им удается запустить первую фарфоровую печь и начать производство уникальное изделие все таки девочка прячущая за спиной цветы и гуси которые тянут шею так и просят что-то там спрятала дай-ка посмотреть после того как заработала первая печь вильям гебель это сын взял полностью дела под свою так сказать руку и начал выпуск небольших статуэток фигурки детей и животных начали хорошо раскупаться но фирма также продолжала расширять ассортимент предлагая блюда тарелки и церковную утварь представляете сколько энергии жизненных сил было потрачено отцом и сыном какие перспективы у них вы рисовались в их воображение и возможности 40 лет спустя управление берет на себя макс луи гебель я предполагаю что это сын предыдущий то есть уже внук он обучался в нью-йорке и восхищался искусством страсть к искусству не мешает ему принимать верные решения в бизнесе и фабрика под его руководством и с помощью его сил преобразуется все двадцатые годы проходят под знамением оформления в стиле арт-дека благодаря чему образуется целая коллекция примечательных предметов но жизнь не стоит на месте смерть макса луи в 1929 году и крах фондового рынка сша который случился в тот же период едва не разоряют компанию вот видите тоже на экранах мальчик со скрипкой и зонтом очень милое изделие вот ну компанию спасли франц гебель и доктор ойган шток стараниями которых в год шестидесятилетия фирмы начинается модернизация производства и уже кроме статуэток они начали выпускать пепельницы лампы подсвечники и поставки для книг тоже очень милая фигурка сейчас я кручу в руках девочка майн глюкуша моя счастливая свинка называется очень даже оригинально самое интересное и примечательное во всей этой истории для меня лично это ну так же как и считается для компании гобель поворотным моментом стала встреча франца гебеля с марией и на сенте хумель хумель переводе шмель вот здесь эта надпись сверху вы можете видеть возле цветочка эта женщина она проживала в монастыре и артур миллер и райнхольд унгер сумели превратить милые рисунки художницы трехмерные фигурки которые принесли гобель всемирную славу то есть женщина нарисовала на листках бумаги рисунки которые впоследствии приобрели 3d трехмерное изображение в виде замечательных фигурок которые мы мус ног гисен написано и должна еще полить видите две фигурки датируются одна с левой стороны вест германии другая германия и немножко они разные так как и года тоже разные так вот дальше в годы войны производство основного фарфора сокращается власть третьего рейха разрешила выполнять лишь армейские заказы и продавши продавать небольшие партии фигурок хумель на экспорт когда мария и на сенте умирает в 1946 году но после остается огромный архив с рисунками кстати вот эта вот печать которая сейчас показываем это 1923 год и когда умирает мария в 1946 году после нее остается огромный архив и этот задел на последующие десятилетия как раз таки и помог вылезти из финансовой пропасти и послевоенной разрухи 1950 году на волне успеха продаж на американском рынке компания заключает контракт со студией волта диснея и герои популярных мультфильмов обретают фарфоровое воплощение с клеймом гобель в 1977 году создается всемирный клуб коллекционеров гобель прибыль с продаж позволяет компания нанимать известных художников и пускаться как говорится во все тяжкие эксперименты стремясь держаться на гребне волны современного искусства но как и у всех компаний бывают взлеты и падений к сожалению компания гобель 2006 году объявила себя банкротом к счастью для коллекционеров их выпуск продолжала компания мануфактур роденталь а после ее банкуродства другая компания потом сменили снова хозяева в общем стараясь сохранить традиции эта компания еще существует но таких фигурок которые вы видите на экранах к сожалению больше никогда не будет всего доброго до новых встреч в следующий раз